МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Италии на Кубке Европы ижевчанин Драйер Аракелян стал пятым. А недели позже Еврока прошел в Риге. Там бронзовые награды завоевали в индивидуальных выступлениях Альберт Закиров среди мужчин и Даниил Зайцев в разделе «Дети». Даниил также вместе со своим земляком Александр Королевым был третьим в парном разряде Тайха-Дзюцу. Продолжаем выпуск. Этого ждали, к этому стремились руководство республиканских хоккейных клубов и шталии «Прогресса» подписали договор о сотрудничестве. Все плюсы такого конгломерата попыталась сложить в одну цепочку Татьяна Мальцева. Такое взаимодействие должно было быть изначально, говорят спортивные специалисты. А в Удмуртии вертикаль только начинают выстраиваться. Спортшкола, далее юношеская лига, молодежная, клуб РХЛ и ВХЛ. Вот идеальная модель развития хоккея. Не хватает только лиги континентальной, но туда пока не замахиваются. Уже большой прогресс, что и Жевский Глазов будут работать рука об руку. Мы будем заниматься селекцией, будем заниматься восстановлением межсталевских игроков. В свою очередь, от селекций, которых мы найдем, Межсталь будет просматривать. Детишки, которые вырастают, они будут приходить к нам на доработку. И потом выше подниматься в ВХЛ. Это большая работа, очень интересная, большая работа. Это семья. От этого объединения выигрывают все стороны, в том числе и болельщики обеих республиканских команд. В знак начала сотрудничества между удмуртскими коллективами в Ижевске прошел товарищеский матч, где Глазовчане одержали убедительную победу 2-0. А по-настоящему дружескую атмосферу все присутствующие прочувствовали по окончании игры. Я принял для себя решение. Непростое решение. Сегодня я уложу. Любимец Ижевской и Глазовской публики Дмитрий Холодков с дрожью в голосе объявил о завершении карьеры хоккеиста. 15 лет воспитанник Воскресенского отдал из стали. И вот теперь новая веха в его жизни. Тренерский мостик в спортшколе. Вообще не знаю, с чего начинать, за что браться. Это все новое для меня, конечно. Но сказали, что помогут, не переживаешь. Посоветуют, подскажут. Все же люди друг другу помогают, так что все будет хорошо. Символично, что попрощаться с местной публикой Холодков вышел в свитере из стали, хотя еще полчаса назад играл за прогресс. Также символично, что поддержал сегодня спортсмен и его друг и товарищ, также экс-игрок двух универских клубов Михаил Кузнецов. В то время, как многие просто не смогли найти подходящих слух. Жалко отпускать. Очень. Ну а к своим новым тренерским обязанностям Холодков приступит уже в ближайшее время. Если у наших хоккеистов сезон уже завершен, то ижевские футболисты только к нему готовятся. Сейчас они на сборе в Турции. Проводят товарищеские матчи. В активе «Зенита» победа над командой из Иркутска 2-0 и нулевая ничья с клубом из Орехова Зуева. Впереди еще два спарринга. А 18 апреля они выйдут на зеленый газон в Ижевске, чтобы продолжить национальный чемпионат. Напомню, что они пока занимают пятую строчку рейтинга команд дивизиона «Урал-Поволжье». К другим темам. Генеральную репетицию перед городской стафетой мира накануне провели школьники Удмуртии. Делегатов на пробег 9 мая по улице Межевска они определили на республиканском турнире, в котором приняли участие ни много ни мало 75 команд. Наша сниженная группа «Свидетель». Вот уже какое десятилетие подряд этот старт среди школьников очень популярен. Меняются только герои первенства и тренерский состав. А традиции и интерес к этому виду программы остаются неизменными. Меняется то, что люди и дети с большим энтузиазмом начинают выступать. И этот престиж эстафеты, потому что это зрелищно, это потому что интересно и для детей, и для тренеров, и для учителей физкультуры. Это какой-то подводящий этап перед другими соревнованиями, то есть насколько готовы дети. Посмотреть и оценить силу своих потенциальных конкурентов в преддверии эстафет дружбы и мира – задача номер один для атлетов и тренеров, как из городских, так и сельских команд. Подготовку к этому старту они традиционно начинают еще зимой. И потом на республиканском весеннем отборочном турнире выкладываются всегда по максимуму. Во-первых, ты бежишь за группу, у тебя намного больше переживаний, чем за себя. Тут больше дреналин, потому что на команде помочь. И вот, ну как-то так. Только на эстафете адреналин. Борьба за то, что ты не одна бежишь в команде. Бегали, боролись, выявляли сильнейших в эстафетах участники целый день. В итоге победителями этого командного вида стали шведки, девушки из 35-й ижевской школы и юноши из Сарапульской – седьмой. В эстафете 4 по 200 метров не конкуренции были воспитанники 5-й спортшколы. И последнее в Южной Корее определились победители. Это покупка мира по пулевой стрельбе. К сожалению, наши землячки в число призеров там не попали. Так, Дарья Вдовина в стрельбе из пневматической винтовки показала седьмой результат из малокалиберной – девятой. Елена Шипунова была тринадцатой. Шанс завоевать медаль у них есть на чемпионате страны. Он стартует уже 15 апреля в Краснодаре. Это все. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова